больше тут судя по всему ничего нет заводской рабочий короче говоря уважаемый наш парень дверь крепко накрывка заколочена это было это был шкафчик нормана дверь была раскрыта и причем погнут как будто кто-то ударил по ней я не помню чтобы он так поступал когда мы работали здесь еще один переключатель так все пошло питание служебные шкафчик так короче говоря заполненные инструментами здесь был молот взял ли я молот блин я хапаю все что попало ну да конечно молот я возьму взяв молоток я заметил что он был не такой пыльный как все остальное на этой полке видимо кто-то им пользовался этот шкафчик был просто разрушен но внизу лежал лежала магнитная карта взяли карт ну конечно там же был приемник для карты я засунул карту свой карман у тебя карманы какие-то бездонные просто знаете от всего этого просто ощущение какой-то игры именно из 90 очень хорошо им удалось это перенести так не сработало именно понимание подожди понимание того что ушло питание понимание того что ты не знаешь что может произойти из-за того что игра вообще не клиширована это очень дорогого стоит питание пошло и звуки нехорошие тоже так ладно спускаемся на первый этаж включаем электричество идем на второй этаж и пользуемся металлические карты ну и кроме того не нервничаем успокоились все у нас хорошо как бы страшно нам сейчас не было так судя по всему все работало дверь открылась теперь когда электричество включилась пойду ли я туда да что у нас здесь здесь висела подвеска для фонариков один отсутствовал вот он у меня в руках что там такое мне кажется почему то что нам сюда и нужно там наверху где магнитная карта туда нам опциональны и поэтому мне запах грязи деревьев деревьев короче выветрился когда я покинул старую фабрику я подумал о том охранники которую я нашел судя по тому как он был прислонен к забору он вроде как имел дело с серьезным взрывом и понять не имел о том что происходит но почему кто убил охранника мне нужно было продолжать двигаться чтобы найти рейчел я надеялся что грязный след передо мной приведет меня ближе к городу и я думал к помощи так я могу вернуться дверь закрылась сама по себе позади меня так сожалению магнитную карту мы не можем использовать это печально но по крайней мере нас есть и как врезался защитную то есть в бортик и стоял тихо так был ли это тот грузовик о котором писали те газеты вырезки из которых я заметил действительно не летела тут было найдено хорошо куда же мы идем мусорные баки мы совсем близки к городу мусорный бак был заполнен разложившись едой и скользкими черными мешками я видел тонкую что-то тоненькое зеленое вылезающие ну то есть краеш увидел вылезающий из одного из мешков это было мое водительское удостоверение оно выглядело поврежденным взял ли я его ну конечно же я очистил карточку как только мог она выглядела пострадавшей я удивлялся найти здесь свою кредитную карту свою кредитную меня удивило где нашел свою кредитную карту а теперь эту я положил карту в свой бумажник рядом с кредитной картой хорошо судя по звукам сейчас начнется дождь я вошел в дом нормана а не в дом нормана ну то есть вместо нормана это был черный ход магазина который принадлежал ему было странно тихо за исключением странных звуков телевидения вход в главный зал магазина был закрыт изнутри похоже что мне нужен был ключ кроме того тут было немного крови на скважине замка странно там кто-то ходит пойдемте сюда какого черта одно из осенних один из осенних плащей рейчел висел на вешалке это же была комната нормана не правда ли что эта штука тут делала внутри кабинета лежала небольшая но удивительная коллекция охотничьих ружей шотганов то есть дробовиков и даже нескольких предметов которые я не думал что законны один слот был пуст оружие которое нашел судя по всему как раз тут и лежало если и другие пушки были нормана какого черта он делал с ними это оружие тут неплохо поместится поместить оружие обратно туда нет несмотря на то что она отягощала меня время было достаточно сложное я не мог расстаться с оружием ну и нафиг так по темноте без пушки ходить когда кругом трупы еще кровище по телевизору были одни помехи я не мог разобрать что там происходило но сами по себе вспышки от них мне было страшновато господи я не мог поверить в то что я видел норман мой напарник и один из нескольких друзей которые у меня были в этом городе лежал мертвым рядом со своим креслом его лицо и рубашка были покрыты кровью выглядело так как будто он был подстрелен и пытался встать его глаза были широко открыты но они уже остекленели норман что рейчел здесь сделал почему у тебя тут ее пальто норман может ты заслуживал лучшего ты действительно заслуживал закрыть ли мне его глаза да я прикрывал его глаза я не уверен был что хотел бы его мира мне просто хотелось узнать что происходит судя по всему не самый правильный перевод был я подумал что это должно быть был обеденный стол нормана он удержал в достаточной частоте но здесь были водяные разводы от двух кружек на дереве рейчел а не изменял ли ты норману вернее ну с норманом нашему герою так кухонное мусорное ведро было ну пахло свежими отбросами я же не буду в нем копаться верно а почему бы и нет это же не я а ты я нашел расческу среди разлагающейся пищи и мусора и забрал hairpin это же расческа или заколка ну ладно с ее помощью я смогу проковырять замок наверное это заколка хорошо норман норман печально подожди ну-ка ну-ка что это похоже что это цепочка свисала с чердака интересно куда она вела дернут за веревочку да я за нее потянул и лестница опустилась вниз что у нас тут здесь была большая картонная коробка которая не была закрыта открыть ее да я открыл коробку и не удивился тому что ее увидел тут тут были еще вещи рэйчел еще вещи моей жены фотографии ботинки даже то старое радио которое я ей подарил почему рэйчел что ты здесь сделала с норманом приятель я думаю ты и сам догадался что она тут делала с ним измена это всегда нелегко кстати кстати говоря вот эти вот артефакты вот квадратики такие вот мерцающие на экране это не из-за того что видео плохо пережато это в исходном то есть вот сейчас я это так вижу это так и задумано такая в игре графика ко мне без претензий пожалуйста я использовал заколку чтобы открыть замок она сломалась на две половинки я выбросил ее магазинчик был маленьким но чистым тут были обычные вещи почтовые марки закуска журналы и всякие хорошие вещи вернее не хорошие вещи ну консервы короче говоря я здесь никогда особо не бывал рычал иногда останавливалась после работы если нам что-то было нужно касса была практически пустой перед ней лежала связка журналов так холодильник судя по всему был не подключен он должен должно быть был выключен уже продолжительное время большая часть того что находила находилась внутри наполовину растаяла здесь были разнообразные почтовые открытки особенно особенно туристические одна из этих карточек показывала черно-белые фото водяной башни на фото оно выглядело в гораздо лучшем состоянии чем сейчас было понятно эта ночь продолжалась становилась все хуже и хуже прошли недели с тех пор как я в последний раз видел нормана но найти его в таком виде насколько я понимал он до сих пор лежал там на полу оружие которое я носил с собой я расценил как подарок но увидев эту коробку мне стало не по себе ну то есть с вещами Рэйчел и что вообще Рэйчел делала в этом месте я чувствовал как будто я нахожу больше вопросов чем ответов но я приближался к дому было время выяснить правду было закрыто это была не та калитка врата были крепко закрыты не был мой дом а это судя по всему наш дом как раз ворота были закрыты это был не мой дом понятно почтовый ящик соседей письма были вытащены как будто кто-то их специально вытаскивал я а ну то есть они торчали как будто их кто-то специально вытаскивал я знал что это неправильно но взглянули я на их письмо нет зачем мне это я оставил письмо там где оно было письма соседей не были мои проблемы у тебя своих проблем хватает на самом-то деле это не те ворота я вошел на наш задний двор дождь дал мне ужасные чувства и кроме того мне стало очень холодно мне было одновременно любопытно и страшно я задержал дыхание когда приближался к своей к нашей задней двери мне было страшно войти внутрь в доме было ужасно тихо единственным звуком было мое дыхание частое и беспорядочное я нажал переключатель света около двери но электричества не было стол был чист его похоже давно не использовали дверь в подвал она была закрыта куда я положил чертов ключ здесь на полу была стопка писем как я уже долго отсутствовал почему рейчел не убралась по большей части это были письма с налогами но кроме того здесь были считают за кредитную карту открыть ли их ну да я порвал конверт и прочитал к моему удивлению тут говорилось что-то о том что моя карта аннулирована за неуплаты какого черта передняя дверь была закрыта изнутри я не мог выбраться ну и кроме того мне нужно было убедиться что рейчел здесь что-то как-то тут довольно тревожно старое фото рейчел где рейчел и я пялились на меня напоминая мне о лучших временах не особо-то мне хорошо стало от этого от этой фотографии но взять ли ее в любом случае ну да возьмем я заменил фото в своем бумажнике почувствовав как будто я вернул часть своей жизни назад ну мне стало почему-то на душе неспокойно почему я так бросил это письмо ой ну это фотография наш телевизор я купил его до того как я узнал что я теряю свою работу я чувствовал себя очень виноватым потом но было уже слишком поздно да, телевизор серьезная покупка есть телевизор, хороший дверь заела тут была старомодная замочная скважина под ручкой хорошо, пойдемте выше так что это такое наше зеркало было разбито и кусочки разбросаны по полу это плохо наша раковина ее нужно было переместить одну из... как это, блин, называется ну одну из дырок постоянно забивает но я все никак не могу починить нам повезло и мы заполучили дом с одной из этих замечательных старых ванн да, я тоже такие вещи обожаю что-то в этом есть, да? мой компьютер мой ноутбук практически разрядился и осталось совсем мало заряда на экране был веб-сайт а то и старой водяной башней рядом лежал ключ на моем столе то есть верхнем ящике взял ли я конечно так нам нужно спускаться на первый этаж и судя по всему этот ключ приведет нас подвал но сначала сходим сюда книги были наполовину мои наполовину рейчел теперь когда я присмотрелся внимательно было ощущение что тот человек в доме у него большинство книг были такие же как у меня моя жена это моей жены костюм рейчел лежал на кровати он был запахнут но у меня было ощущение что в нем что-то было а с ютки из это это типа чемодан а никакой не костюм он был закрыт но у меня было ощущение что внутри что-то было открыть его да тут была одежда женские принадлежности и билет на поезд именно это ты собиралась сделать вместе с норманом неприятно я кажется начинаю догадываться что тут произошло но пока не скажу так это что нам надо еще ниже я открыл дверь в подвал здесь были старые украшения на жительство в коробке в этих мешках для мусора содержали старые банки из подкраски и разнообразные припасы лежал старый грязный ключ взял я ключ до я взял маленький ключ попытался вспомнить что он открывает здесь лежали древние одеяния ну старой одежды инструменты и другие штуки которые еще не успели мне выкинуть так я эту стену тут по воздвиг прошлым летом чтобы мы могли создать отдельную комнату в подвале и это пока не завершил поэтому дверь заела ну и вообще все это достаточно криво было закреплена я мог проломиться внутрь если бы я нашел что-то тяжелое так у меня допустим молоток есть понятно это мне не помогло зачем я вообще все это собирал так ну ладно уже ну так хорошо давайте подниматься мне кажется этот замок второго этажа ключ который нашел в подвале открыл дверь судя по всему в этой комнате был бардак короче говоря мебель была разрушена здесь что-то отдыхал что оттягивался на полу лежал старый ломик нужно ли мне брать ломик ну да я подобрал тяжелый лом мне понравился вес я думаю этим ломиком сейчас мы в подвале сможем разломать ту стену она из гипсокартона я думаю ее мог бы и ногой разрушить что-то уж прям ломик который нашел это достаточно сильная штука чтобы проломать им стены проломить стену ломиком да так я разломал и проделал дыру достаточно большую чтобы протиснуться когда я шагнул внутрь у меня перехватило дыхание это было оно Рэйчел здесь была в порядке ли она была голланд и с с с с с с с с Продолжение следует...